Уже вот такие пятнышки внутри появились. Вот это просто трындец. Неубиваемый костюмчик. И думаю, дай померю. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И все же я думала, что же мне снять на этом новом фоне. Это, кстати, фон на моей кухне-студии. Напротив шкафа. Вроде нормально так, да? Смотрится здесь. Думала, что же снять здесь. Одно видео или второе видео. В общем, решила снять здесь покупки. Потому что есть покупки, которые для кухни. Например, стул, на котором я сижу. Может быть, мы с него и начнем. Я где-то во влоге мельком, может быть, его показывала. Красота. Шарики зеленые разбросаны у меня. Короче, вот такой вот стульчик, девочки. Это барный стул. Вот он. Называется он Castle. Это одна из самых удобных моделей. Его вообще по удобству приравнивают к креслу, которым за компьютером. На нем можно сидеть очень долго и не устанет ничего. Я когда первый раз села на него, поняла, что вот он стул, который должен быть у меня. Он идет здесь на ножки регулируемые. С подставочкой для ног. Очень классно. Кстати, я много перемерила разных стульев. И мне прям хотелось, чтобы были подлокотники. Чтобы вот просто сидеть вот так вот, да? Классно. И болтать, и крутиться. И ножки можно поставить сюда. Ну, то есть, реально он крутенский. Он божественно, просто божественно смотрится на моей белой кухне. Теперь вы поняли, на чем я сижу, как мне здесь круто и кайфово. Надеюсь, я смогу выбрать более широкий угол какой-то здесь, чтобы вы видели, как вообще вот прям я на нем сижу и прям с него вещаю. Это очень круто. Из последних моих покупок это кастрюли. Я их подробно показала вам во влоге. Это вот такие вот кастрюльки, которые я купила в Хофф. Мы ими уже пользовались. То есть, уже всеми кастрюлями, кроме большой, по-моему, самой, да? Мы уже попользовались. Классно, что купила 4. Оно реально классно. Единственное, что я смотрю, смотрите. Нержавейка. Это вообще кастрюли премиум класса. Ну, вот видите, там такие пятнышки появляются. Внутри. Видите? Я не думала, что это будет появляться так быстро. Два раза использовала, да? И уже вот такие пятнышки внутри появились. Не знаю, может это на всех нержавейках. Напишите, если у вас есть кастрюли из нержавейки, да? То есть, я купила комплект ковш и 3 кастрюли за 9500. Так он стоил 13. То есть, это премиум класс из медицинского сплава, там и так далее. Ванхоппер. Ванхоппер. Фирма. Так что, скажите мне, какие у вас и как они себя ведут. Дальше, дальше, дальше. Для кухни. Я купила терочку. Вот такую терочку. Сейчас покажу свою предыдущую терочку. Я ее не стала выкидывать, думаю, мало ли пригодится, хотя надо было выкинуть. Вот она терочка. И я не помню, где я ее взяла. Посмотрите. Ну, это точно не нержавейка. Кстати, интересно, из чего это? Это терка 119 рублей стоит. Я покупала ее в Икеа. Нержавеющая сталь. Слушайте, вот эта терка, ну, может, 50 рублей где-то, да? А может быть, также и 100. Я не знаю, где я ее взяла, но это просто трындец. Вот это просто трындец. Вот. Ну, теперь все. Это выкинуть. А это новая классная из Икеи. Я думаю, она будет много служить. Если у кого-то есть такая терочка из Икеи, то, пожалуйста, скажите, как долго она вам служит. Поехали дальше. Полотенце белое я купила в Икее. 849 рублей, по-моему, стоит. Сейчас точно посмотрю. Чек. Чек. Пятерку точно скажу. Терка. 119 рублей. Полотенце 849. Короче, мне нужно было толстое, большое, набитое полотенце. Это на подарок. И я его нашла. То есть у меня был заказ. Я его нашла. Ух. Ну, оно реально большое, классное. Оно 70 на 140. И это самое большое и самое пушистое полотенце в Икеи. Вот такое. Так. Белое я люблю. Белое я ношу. Почему? Обрезает мой голову немного. Мне это не нравится. Так. Сегодня, сегодня, сегодня. Давайте не сегодня. То, что не сегодня. То, что недавно. Я ходила в магазин Рибок. Новую коллекцию. И купила мужу подарок. Это костюм. Из новой коллекции Рибок. Вот такой вот, вот такой вот. Как такой неубиваемый костюмчик. Ну, просто вам покажу. Размер М. Он носит у меня. Вот такой вот. Та-дам. Сзади. Та-дам. Короче, классный. Как-то мы покупали ему, знаете, что? Адидас. Порш. Порш какой-то. Порш дизайн. Вот что-то такое. И он был вот из такой же ткани. Неубиваемый. И до сих пор он носит. И любит. И вот сколько. Мы уже брали других костюмов. Там пробовали. Как-то все очень быстро убивается. А вот этот костюмчик. Из новой коллекции. Нам понравился. И я его взяла. На подарочек. Любимому. И еще рюкзак вот такой вот взяла. Тоже мне понравился. Так понравился, что я захотела взять малому рюкзак. А, еще футболки взяла. Ну, футболки взяла, кстати, две разных цветов. Одинаковые. Вот. Очень классные. Хлопковые. Когда малой увидел этот рюкзак, он сразу себе, короче, его такой. Умай. Мама. Рюкзак. И все. И начал его таскать. Я такая думаю, о, пацану моему пора рюкзак. Малому. Мелькам просто показала. Подарки, подарки любимому. Сильно здесь, сильно распыляться. И рассказывать, что, как, я не буду. Когда я сделала покупочки для своего любимого, я думаю, ну, а что же себе без подарка оставлять? И увидела такой костюмчик серого цвета. Вообще, я люблю серый цвет. У меня есть костюмы серого цвета, но что-то уже подустало. Что-то не совсем то, что мне нравится. И думаю, дай померю. И взяла брючки размером S, а кофточку размером M, потому что я люблю посвободнее кофточку. Померила и думаю, блин, надо брать. Тем более, там была отличная акция. Чтобы вы понимали, этот костюм стоил десятку. Я его купила очень-очень дешево. Брючки стоили 7 тысяч, минус 25 процентов, 3 тысячи. Кофточка стоила 3 тысячи, минус 53 процента, 1400. Вот, весь костюмчик получается. 3 и 1400, 4 и 400, плюс моя еще скидка с карточки, которая 10 процентов. Короче, вышло мне все это очень-очень бюджетненько. Но мне греет душу то, что этот костюм стоил десятку. Сейчас я вам померю и посмотрите. Конечно, брючки еще немножко велики мне. Я бы хотела XS, но XS не было уже. Кофточку, думаю, ну померю на всякий случай S. И тоже не было, оставались только XS. В итоге то, что я взяла сначала, да, ну идеально я решила так и оставить. Вот, и в этом поеду в Москву, скорее всего. Вот, мне кажется, они немножечко мне большеватые здесь, да. Но, в принципе, можно утянуть, если что. У них очень прикольный материал, то есть это не простая какая-то ткань обычная, да, там кулирка хлопок или еще что-то. А она немного такая вот рифлененькая, и это мне очень нравится. Манжель такие плотненькие. Вот здесь вот это я футболочку вниз одела, да. Еще мне нравится, когда футболочка вот здесь из-под низу торчит. Так это надо побольше футболку немножко взять. У меня есть такая, да, и она будет вот торчать немножечко. Белые кроссовки. И вот это очень мне нравится. Вот, ну, эммочка, да, она посвободнее чуть-чуть, но мне комфортно. Мне комфортно. Вот, чуть-чуть мотня такая висит. Вниз манжет у нас заужены. Тоже. Ну. Кармашки. Ну, мне прям комфорт, огонь вообще. Я когда померила, мне очень понравилось, и я сразу захотела его взять. Тем более с такой хорошей скидкой. На рукавах здесь еще вот такие манжетики симпатичные. Ненавязчивый костюм. Ничего лишнего. Вот здесь такие типа лампасики такие сделаны, тоже отстроченные. Из такого же материала. И вшито вот прям, знаете, рибок написано, да. Прям не видно. Круто. И вот здесь тоже. Рибок написано, не видно. Вот класс. Сейчас не буду мерить под обувь, но, например, здесь, по городу, когда я никуда не выезжаю, можно в белых отлично. Особенно, если футболка белая будет выглядывать из-под как-то свитшота, да, или как его назвать. В общем, из-под верхней одежды будет выглядывать, то будет круто, да. А вот, например, в поездку я возьму, я одену свои нью-бэлансы сюда. Грязные. Ну, я их помою, конечно же. Вот, я одену сюда нью-бэлансы, они будут отлично смотреться. И вот так вот. Это, кстати, рибоки, да. Все рибок-рибок здесь, да, классно. А нью-бэлансы, вот мне чем нравится, полностью вот эта модель обалденная. Тем, что я в поездку их беру, во-первых, они удобные в край. Во-вторых, они слепачкаются, вообще по ним особо не видно. Вот, то есть, они такие вот прям, прям, прям. А вот белые, конечно, все будет на них видно. Короче, вот так. Ну, и сегодня мы были в магазине, и все-таки я зашла в H&M, отнесла туда вещи, которые там я уже не буду отдавать, выбрасываю. Получила три купона по 15% скидку, оказывается, на одну вещь это идет скидку, я уже и забыла. И там же в H&M, мне прям понравился вот этот рюкзачок. Мы сначала его присмотрели, там еще был синий рюкзак с желтыми вставками. Ну, вот именно вот это сочетание цветов мне понравилось. Мне понравилось, что он не темно-скучный, да, и что он не полностью такой весь яркий. А именно вот этот карман, акцент, и, ну, ребенка можно найти издалека, благодаря вот этому пятну оранжевому. Деньке тоже понравилось. Стоил он полторы тысячи, минус 15% скидка. Ну, как бы на одну вещь, да. Ну, и тут же думаю, так, носочки надо обновить, трусики надо обновить. Денька сам выбирал, просто показывал, говорит, вот это хочу, вот это хочу, и я ему взяла. В общем, трусики вот такие, синие, голубые и разноцветные. Взяла я 98-104 размер, вот. Так и мама говорит, что, мне кажется, уже эти трусики ему маловатые. Вот, а эти будут как раз, побольше взяла. Вот такие, синенькие, голубенькие, то есть синенькие. Такой набор из трех. Так, это стоило у нас 700 рублей, короче, минус 15% скидка. Он, кстати, шел, открыл этот рюкзак и все себе туда, прям с витрины. Дальше наборчик из двух трусиков, вот таких вот. Размер 98-104 тоже. Это он первым делом выбрал, вот такие зеленые. И здесь вот, вот такой вот цветной пояс. Это что, Марио, я не знаю, да? Марио, по-моему. Вот такие трусики. Ну, короче, классненькие, мне понравились. Пять пар трусиков у нас есть. И носки, вот такие мне понравились. Я не беру слишком короткие, ну, вот такие мне понравились. У нас были уже в H&M реально классные носки, они долго служат. Раз, два, три, четыре, пять пар. Ну, более-менее универсальные такие, серые. Конечно, мишки уже не для нас, как бы мишки, мы уже взрослые ребятки, да? Но не нашла это. Вот, мне вообще вот такие нравятся просто, знаете, серенькие или просто такие беленькие. Так, 600 рублей, по-моему, носки у них стоят 599, да? На них уже скидка не распространялась, потому что у меня было всего три купона. Вот я их и отдала. Вот, ну, полностью чек у нас 3061 рубль. И скидка составила 434 рубля. Вот такие сегодня у нас были покупки. Рюкзак реально классный. Здесь регулируется все. Здесь вот так. Большой карман, как видите, да? Все видно, там чеки. Внутри больше отделов нет. И вот здесь вот снаружи отделов. Змейки хорошие, все супер. Деньке нравится. Поворачивайся. Рюкзачок покажи. Ой, как красиво. Поворачивайся. Ура! Все. Вот такие покупки. Еще вазу купила. Ну, эту вазу вы уже видели у меня во влоге. Не буду ее здесь показывать. Такие покупки были. Еще я собираюсь поехать в Москву. Вот уже в ближайшее время. И собираюсь тоже там походить по магазинам. Посмотрим, что мне удастся найти. Интересненько. А может быть, тоже будет отдельное видео, что же я привезу из Москвы. Все, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Прощаюсь до следующего видео. Надеюсь, мои покупочки вам понравились. Если так, обязательно ставьте лайк. Даже если просто вам понравилось видео на позитивчике, тоже ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Пишите ваши комментарии, что вам понравилось. И насчет нержавейки, пожалуйста, и кастрюль. Поделитесь со мной. Я вас люблю. Целую. И пока-пока. Пока-пока. Это все мной. Субтитры сделал DimaTorzok